Беларусь заинтересована принять участие в создании особой экономической зоны Суэцкого канала. Об этом заявил президент после переговоров со своим египетским коллегой Александр Лукашенко с официальным визитом в этой стране. Сначала встреча прошла в формате один на один, затем к разговору подключились делегации. Сейчас страны работают примерно над десятком проектов, половина из них ориентирована на промышленную кооперацию. Задача стоит не просто произвести технику, но и организовать устойчивые продажи, сервисное обслуживание и подготовку персонала. Тем более, что с совместной продукцией потом можно выйти на страны Северной Африки и Ближнего Востока. Есть общие наработки и военно-технической, сельскохозяйственной, научной, гуманитарной сферах. А вообще Минск и Каир – партнеры с большими перспективами. В последние годы сотрудничество двух стран значительно продвинулось, чему способствует постоянный диалог. По итогам прошлого года товароборот превысил 140 миллионов долларов. Репортаж из Каира. Виктория Ходосок. Для Египта переменчивая погода. Сегодня и моментами пасмурная. В последнее время уже привычное явление. Небо столицы на время затянули тучи. Но, говорят, дождь – хороший знак для диалога. Да и в цедном для дружбы между Минском и Каиром это только на пользу. К президентскому дворцу в Каире картош главы государства прибывает к обеду по Минскому времени. Уже здесь, на входе, Александра Лукашенко по-дружески встречает Абдельфатах Аль-Сиси. Президентский дворец в Каире – это основная официальная резиденция президента Египта. Именно здесь он встречает высоких иностранных гостей. Сложно представить, но комплекс 20 века в свое время успел побывать и британским военным госпиталем, площадкой для правительственной службы и даже гостиницей. Сегодня это дворец с четырьмя стами комнатами. В сердце архитектурного ансамбля, центральный холл площадью 600 квадратных метров, где и проходит церемония встречи двух президентов. После Александра Лукашенко и Абдельфатах Аль-Сиси отправляются на переговоры тет-а-тет. Диалог за закрытыми дверями. Но понятно и так, что взгляды глав государств совпадают по многим вопросам, в том числе и международной повестке. Мы выступаем за мирное урегулирование региональных конфликтов, против всех видов гибридных войн, а также искусственной дестабилизации ситуации в разных странах. Беларусь осуждает любые проявления терроризма и выражает полную поддержку усилиям Египта в борьбе с этой угрозой. Мы знаем, какую роль играет Египет в борьбе с терроризмом и знаем, какой вклад внесло это государство в противодействие терроризму. Абдельфатах Аль-Сиси у власти уже второй срок. Это шестой президент Египта. Для своей страны он сделал немало. Здесь постепенно улучшают экономику, борются с безработицей и увеличивают приток иностранных инвестиций. Конечно, берутся за реализацию крупных инфраструктурных проектов. Об интересе Беларуси к рынку Египта, да и всему африканскому, почему и для чего, долго объяснять не надо. Страна постепенно из чистого импортера энергоресурсов превращается в чистого экспортера. Далеко за примером ходить не надо. Газом страна себя полностью обеспечивает. Кроме того, столица не раз заявляла о намерении стать региональным энергетическим хабом. Иностранные компании вкладывают большие инвестиции в нефтегазовую отрасль Египта. За последние четыре года 35 миллиардов долларов. У нас нет закрытых тем. Все вопросы с господином президентом обсуждаем обстоятельно и откровенно. Именно такими были и сегодняшние наши переговоры. Основное внимание мы уделили торгово-экономическим связям. Отрадно отметить, что договоренности о взаимодействии в данной сфере в целом выполняются. И белорусская, и египетская страна прилагают для этого выполнения наших обязательств все усилия. Хорошие совместные наработки есть в промышленной, военно-технической, сельскохозяйственной, научной, гуманитарной областях. Отношение двух стран скрепляет товарооборот. Более 140 миллионов долларов. А еще в 2016 он был в районе 60. Сейчас две страны работают над десятком проектов. Тяжеловес во всей истории и сотрудничество, конечно, промышленность. В Египте сборочное производство техники МАЗа и МТЗ. На подходе выпуск Бобруйск, Агромаша и Амкадора. Именно здесь, на этих площадях, совместно собирается техника МАЗа. Потенциал 500 единиц в год. Совместное производство запустили в 2018 году. С конвейера уже сошло 73 единицы, но можем и больше. Мы продолжаем маркетинговое исследование рынка для открытия новых направлений в Египте. Сейчас мы подписываем контракт на 15 машинокомплектов с учетом локализации. И, возможно, через месяц будет еще 15. МАЗ — новый игрок на рынке, и поэтому нам нужно больше времени, чтобы он мог конкурировать с сильными соперниками. На самом деле МАЗ — это хорошая техника. Уверен, что на рынке продукция МАЗа будет номер один. Мы сможем двигаться дальше в Африку, когда достигнем 40% добавленной стоимости локализации. Документы уже на стадии подачи в организацию, которая отвечает за одобрение. Я уверен в успехе этого проекта. 100-миллионный Египет — очевидно перспективный партнер. Потерять такой крупный улов явно будет промахом. Влиятельная страна в Африке и в арабском мире. Тем более президент страны — председатель Африканского союза. Это 55 стран на континенте. По сути, прямой путь нашей совместной продукции на третьи рынки. Убежден, что развитие промышленной кооперации полностью отвечает интересам двух государств и позволяет обеспечить выход на рынки соседних африканских стран, что для нас весьма важно. Ну, дай Бог освоить стамиллионный рынок Египта. Из Каира вместе работаем практически на всю Северную Африку. В этом году рассматриваем варианты дальнейшего совместного продвижения по африканскому континенту. Нашими экспертами ведется поиск новых точек роста. Потенциал для прорыва есть в области инноваций, высоких технологий, науки, образования. Поэтому мы делаем ставку на продвижение высокотехнологичной продукции в Египет с последующим созданием совместных предприятий. Потенциал мы видим в инновациях и высоких технологиях, науке и образовании. Для начала можем поделиться технологиями, а дальше и вовсе создать совместные предприятия. Да, определенные трудности в работе есть. Например, барьер на ввоз белорусской продукции на рынок Египта. Удалось решить вопрос допуска белорусских компаний к тендерам на госзакупки. Проблема решилась буквально в декабре прошлого года. Для Беларуси большой интерес представляет участие в масштабных проектах, инициированных египетским руководством. Прежде всего, в создании особой экономической зоны Суэцкого канала, ориентированной на экспорт. Мы этому вопросу уделили большое внимание в ходе переговоров. Мы приветствуем планы египетской стороны по открытию дипломатического представительства в Беларуси. Мы окажем для этого всяческую поддержку как самому близкому и доброму государству, с которым мы сотрудничаем. Готовится Египет и к модернизации своих предприятий. Речь о 4,5 тысячах организаций. Приложить руку к делу могут и белорусы. Нашими партнерами подготовлен перечень из более чем 4500 предприятий, которые они планируют модернизировать, и где они хотели бы, чтобы мы тоже активно работали с этими предприятиями. Мы договорились о том, что мы рассмотрим возможности создания в ближайшей сфере ряда совместных предприятий по производству техники, оборудования, в котором нуждается Египет. И будет подготовлен соответствующий протокол поручений по итогам этих переговоров. Параллельно с официальным визитом Александра Лукашенко в Каире проходит и контактная кооперационная биржа. Переговоры проводят более 30 белорусских, порядка 120 египетских компаний. Стороны готовятся заключить новые контракты и соглашения на сумму не менее 16 миллионов долларов. Одна из новых таких наших идей и предложений, новый проект, он касается очистки воды. Академия наук на экспозиции представит эту технологию. И есть интерес очень большой, в том числе и у губернаторов египетских провинций, которые будут тоже участвовать в нашем бизнес-форуме. Итоги сегодняшних переговоров – подписание документов в образовании, в таможенном и банковском делах и по линии МИД. Мы сейчас находимся в процессе более углубленной локализации. Наши Минский автомобильный завод, тракторный завод, Амкадор, Бобруйска, Агромаш, имеют партнеров с египетской стороны, имеют соглашение о том, как двигаться по углубленной локализации, которая нужна и белорусской стороне, чтобы иметь возможность выходить беспошлино в зоне свободной торговли на другие страны. И нужны египетской стороне, и тем самым они будут оказывать содействие с точки зрения создания таких производств и создания новых рабочих мест. А еще играет значительную роль в отношениях Минска и Каира, конечно, уважение и дружба между двумя президентами. Еще одна встреча в графике президента с председателем Палаты представителей Египта. Диалог между правительствами двух стран налажен. Он играет немаловажно в межгосударственных контактах. Не прогадаешь, если скажешь, что эта встреча двух лидеров в Каире не формальный обмен мнениями торговых партнеров, а конструктивный диалог между сторонами. Конкретно и по факту о важном продажах, промышленной кооперации, устранении барьеров. И главное, о выходе на третьи рынки, соседние африканские страны. Потенциал огромный, потому новые результаты наверняка будут совсем скоро. Виктория Ходосок, Александр Бутрим, Каир, Египет, СТВ.